Старая Хаски убежала от хозяев. Они подумали, что собака ушла умирать, но через два дня она вернулась, и не одна. Елена по привычке вышла на вечернюю прогулку с Полли. Старая Хаски послушно плелась рядом, никуда не рвалась, да и гулять казалось не особо хотела. Хозяйка заболталась с подругой. Уже подходя к дому, она обнаружила, что Полли куда-то задевалась. Позвала несколько раз по имени Тишина. В кустах ни шороха. Полночи Елена с мужем искали собаку по городу и в лесополосе, где с ней обычно гуляли. Безрезультатно. Знаешь, я читал, что Хаски могут уходить от хозяев, когда чувствует, что умирают. Все же она уже престарелая у нас, да и больная вся. Похоронить бы по-человечески. Вздохнул муж Елены. На всякий случай развесили объявление о пропаже, но за два дня никто не позвонил. Полли даже нигде не видели. Как сквозь землю провалилась. Вечером Елена пошла в магазин и не поверила глазам. У подъезда с виноватым видом стояло Полли. Она была худая, грязная, смотрела на хозяйку виноватой из-под лобья. Женщина подошла к собаке ближе. Она увидела, что рядом что-то или кто-то лежит. «Господи, еж! Полли, ты что, спасла ежа? Зачем ты его сюда притащила?» – воскликнула Елена. Она позвала мужа, тот принес картонную коробку. Колючего друга Полли бережно переложили внутрь. У ежика были перебиты задние лапки. На них запеклась кровь. Видимо, попал под машину. Полли гордо взглянула на хозяев. Мол, не зря моталась где-то. Вот, нового питомца принесла на реабилитацию. От смерти спасла. Еж, которого назвали дружок, до сих пор живет вместе с Полли. Ему купили отдельную клетку апартаменты, иногда выносит на улицу воздухом подышать. Лапки вылечить не удалось, но, судя по мокрому носику, дружок и так счастлив и здоров. И Полли не скучно. Она теперь всегда может поиграть с колючим другом.